По мнению ведущих политологов страны, на прошедших выборах президента, казахстанцы сделали свой выбор в пользу экономических реформ и либерализации законодательства. По словам экспертов, мы идем уже к европейским ценностям, то есть к тому, что предложил Нурсултан Азарбаев в пяти институциональных реформах для укрепления государственности. Люди, в общем-то, голосовали за стабильность. Ну, кто обеспечивает и гарантирует стабильность? То есть, понятно, человек, который прошел уже достаточный путь, у которого предсказуемая программа. Четкая программа, обозначенная тем, задачи, которые действительно актуальны на сегодняшний день у Казахстана. Активность вызвана ожиданиями. Люди шли голосовать за социально-политическую стабильность и предсказуемость курса. Эти выборы отметились высокой явкой избирателей. Это вот главная сенсация этих выборов. Мы знаем, что было сказано по итогам в Астане, всеми наблюдателями на западе Казахстана, в центре, в столице, у нас на юге. И они сами признают, что для них это удивительно. То есть, это даже не характерно для многих их стран, которые принадлежат, скажем так, к развитой демократии. Но мы будем считать, что это некая такая электоральная высота, когда народ, так сказать, показал свою политическую культуру, избирательную культуру. Если мы посмотрим выборы предыдущих лет, допустим, в 99-м году президентский, тогда президент набрал 80%, затем цифра росла в поддержке. Сегодня уже 97-75%, то есть, конечно, исключительно высокий показатель. Ну, а самое главное, конечно, люди верят президенту, так сказать, вот все эти годы он вздавляет, так сказать, ведет народ, так сказать, к новым успехам. Поэтому люди, так сказать, ему доверяют. Это показатель доверия общества лидеру.